Взять в аренду автомобиль или велосипед, мебель или одежду. По оценкам специалистов, к 2025 году объем sharing economy, то есть экономики совместного потребления в мире, составит 335 миллиардов долларов США. Этот тренд набирает обороты по всему миру, как и торговля цифровыми технологиями. И правительству нужно научиться отслеживать новые тенденции. Сейчас добавленная стоимость смещается в два направления. Первое – это начало цепочки, это инжиниринг, это дизайн, это креативная индустрия. И многие страны сейчас делают именно на них ставку. Вы знаете, что стартап по искусственной примерочной уже собрал порядка 15 миллионов долларов буквально за считанные недели. И это все реальные примеры, очень важные, что действительно все закручивается вокруг потребителя. В Бишкек прибыли представители Евразийской экономической комиссии, и чтобы обсудить с представителями бизнеса, министерств и ведомств развитие подсчета статистики внешней торговли в условиях глобальной цифровизации. В итоге стали говорить о цифровых проблемах всего Кыргызстана. О коррупции, бюрократии, нежелании чиновников учиться новому. Государственный подход должен заключаться не просто в том, что в Кыргызстане должна быть группа лиц, отвечающая за цифровизацию. Нужно структурировать процесс. Необходимо расписать во внутренних положениях и должностных инструкциях всех чиновников обязанность использования цифровых технологий. В счетной палате недоумевают, почему в Кыргызстане до сих пор нет единых требований к бухгалтерским программам. Такое положение дел способствует развитию мошенничества в стране. Та же самая система у нас в госсекте. Вот когда мы приходим в программу, смотрим, я не знаю, что они там намудрили. Какие дубликаты у них, варианты, версии этих существуют у бухгалтеров. Я считаю, что это в первую очередь, допустим, наша государственная проблематика. Мы должны были там, допустим, через Минфин выставить эти требования. В первую очередь, какие я считаю, что любая информация, которая делается на компьютере, она должна сохраняться в базе данных. После таких слов представитель Минфина занервничал и решил ретироваться из зала заседания. Стало понятно, что необходимо пересмотреть подход к цифровизации госорганов. Научно обоснованное обследование можно провести. Все эти данные, чтобы аргументированы, все данные доказуемы, где ближе к правоте цифры. И все же по делам цифровизации Кыргызстан, если и отстает, то не сильно в стране работают программы безопасного города и электронного правительства. Финансовый сектор активно внедряет цифровизацию, пытается не отстать и таможня. Но если мы хотим реально зарабатывать в меняющемся мире, уменьшить размер теневой экономики, то в первую очередь госорганам нужно учиться работать по-другому. Антон Чепегин, Телег Джуматаев, Новости Ошперим.